Трамп, всемогущий нынешний и возможный президент Америки, не смогли договориться о величии своей страны. Обама в своей речи на съезде демократической партии посмеялся над девизом предвыборной кампании Трампа, который гласит «Вновь сделать Америку великой». Америка уже сейчас великая. Америка уже сейчас сильная. И я гарантирую вам, что наша сила и величие не зависят от Дональда Трампа. Ну а Дональд Трамп ответил практически сразу в своем твиттер-эккаунте. Он подчеркнул, что Обама давно оторвался от реальности. Наша страна не кажется уже сейчас великой миллионам замечательных людей, живущих в бедности, насилии и отчаянии. К слову, эта запись набрала больше 28 тысяч лайков и больше 9 тысяч репостов. Тем временем, израильская пресса пишет, что власти страны, следующим президентом США, хотели бы видеть именно Дональда Трампа. Они серьезно опасаются, что в случае победы Хиллари Клинтон, Соединенные Штаты будут слишком активно вмешиваться в израильско-палестинский мирный процесс. Ну и известные американские актеры Сьюзан Серенден и Дэнни Гловер вчера осудили действия Демократической партии США за притеснение сторонников бывшего кандидата в президенты Берни Сандерса. Речь идет о делегате Мини Тернер, которой не дали право выступить на съезде, а потом и вообще лишили аккредитации. Меры в отношении Тернера были предприняты якобы в отместку за то, что она слишком активно критиковала руководство партии в связи со скандалом вокруг утечки электронных писем. Мы хотим сказать, что мы очень расстроены этим. Это просто какая-то расправа над сторонниками Сандерса. Из этих электронных писем стало известно, что руководство демократов не соблюдало нейтралитет на праймерис и поддерживало Хиллари Клинтон в ущерб сенатру Берни Сандерсу, который в итоге ей и проиграл. Ранее организация Викиликс опубликовала аудиозаписи серверов Демократической партии США, а кроме того выложила в открытый доступ более 19 тысяч электронных писем.